Джан и Саням снова становятся любовниками. Ночь запуска проходит хорошо, несмотря на все неудачи. Джан спасает Саням, застрявшую в окне туалета, он больше не может дружить и целует девушку. Они теперь любовники. Джан не извиняется и идет на вечеринку, которая состоится позже, он оставляет Саням дома. Эмре также забирает Лейлу домой. После Саням и Джана эта парочка тоже сближается. Однако Айлин, когда она угрожает Эмре из-за Лейлы, Эмре на работе отстраняется от нее. Эта ситуация застревает в памяти Лейлы, и в конце дня она идет к Эмре и рассказывает ему о своих чувствах, спрашивая, почему. Эмре не может сдержаться и целует девушку. Айлин в ночь запуска, Дерин говорят, что Джан и Саням – любовники. Он говорит, что скоро заменят его. Хотя Дерин не считает это вероятным, на следующий день Джан будет в компании, когда он продвигает Саням из стажера копирайтера в копирайтера. В голове Дерина все начинает крутиться. Он пытается оказать давление на Гюлиза и Джейси и вставить слово, но ему это не удается. По словам Саням, когда другие люди в компании создали подобные слухи, он чувствует необходимость еще больше скрывать свои отношения. Осман предлагает свой район в качестве места съемок сериала, в котором он играет главную роль. Режиссеру это очень нравится, декорации установлены, но съемки постоянно прерываются из-за музафера и жителей района. Саням и Джан встречаются дома днем и смотрят фильмы. Несмотря на то, что им много раз звонили из компании, они не слышат звонков. Одновременное исчезновение Джана и с Саням привлекает внимание людей. Они договариваются встретиться в горной хижине в тот же вечер. Саням она говорит матери, что пойдет в кино с Айханом. Пока у пары случаются романтические моменты, в спальню Минкиби врывается вор. Женщина очень пугается и вызывает удивление у окружающих. Когда они начали спрашивать о Саням, Лейле, Османе и Айхане, он ищет свою дочь и Джана, но не может их найти. Когда Лейла звонит Эмре и сообщает ему о срочности ситуации, мужчина идет и предупреждает пару. Саням возвращается домой. Все успокаивается, в окрестностях закипел котел сплетен. Поздно вечером в ночь запуска к консаням и Эмре по отдельности отвозят Лейлу домой. В ночь, когда появился вор, Джан поздно уходит из дома с Саням. Сплетни, особенно Айсун, усиливаются. Сколько бы Минкиби не говорил ему, что его дочь с Айханом, на этот раз слово доходит до ушей от Санихата. Когда Айлин не может пойти на работу, она заставляет Эмре узнать новости. Среди того, что рассказывает Эмре, женщина слышит только то, что ее родители не знают об отношениях с Аним и Джана. Он акцентирует внимание на том, что если родители узнают об этом происшествии, они так разозлятся на Саняма, что могут даже забрать его с работы. Несмотря на то, что Эмре говорит ему ничего не делать, он следует за дуэтом после работы и делает их интимные фотографии. Будут ли Джан и Саням снова вместе? Передача Фабри Айлин контроля над своими акциями в Фикри Харики оказывает на Джана именно тот эффект, которого хотел Эмре. Возмущенный Джан идет в офис Фабри. Эмре говорит, что позаботится об этом и говорит, что Фабри действительно в Италии. Саням не доверяет Эмре и они вместе с Сейси держат его под наблюдением. По недоразумению они совершают набег на обед с другой Айлин. Эмре пытается мотивировать Джейду, которая замечает ее интерес в Джану. Женщина, которую уже сильно привлекает Джан, начинает действовать еще более настойчиво. Он дарит очень редкий фотоаппарат. Он говорит, что познакомит тебя с очень важными людьми. Наконец, он устраивает интервью Джану для журнала. Они решают провести интервью и фотосессию в спортзале, куда всегда ходит Джан. Джейда получает приглашение туда, становится ее участницей и делает Джана своим спортивным тренером. Саням бросает всю работу и берется за уборку салона благодаря спортивному тренеру, которого знает Осман. После уборки с Айханом всего зала им разрешают потренироваться в течение часа. Мы наблюдаем, как они убираются, сопровождаемые забавными сценами. Саням завидует к появлению Джана и Джейды на ринге. Он выходит на ринг и приглашает Джана. Они оба оказываются на земле, но друг над другом. Желая наладить отношения между Эмре и Саням, Джан приглашает их на ужин. Эмре, как обычно, занимается театром. Он извиняется перед девушкой и дарит ей цветы. Когда Джан уходит, он оскорбляет девушку. Разделение с Саням и Джана по согласованию с Айлин, таким образом они продолжают свой план по отправке Джана, у которого не будет причин оставаться в компании. Поскольку мысли с Аним сосредоточены на Джане, работа, которую она делегирует Сейси, будет ошибкой. Чтобы исправить ситуацию, компании приходится работать всю ночь. Из-за проказы, связанной с дочерьми Милохата, работающими в ночную смену, Минкиби идет в дом Джана, думая, что он совершит набег на ее дочерей с девицем. Слава богу, у него в руке есть фаршированные овощи, и он может предотвратить инцидент, не вызвав слишком большого смущения. Они чувствуют себя комфортно, располагая там весь офис. Из-за того, что по соседству открылась библиотека Минкиби, женщины, читающие книги, отвлекают себя от домашних дел, что беспокоит соседских мужчин. Айсун соглашается с Чакалом и Хсаном спровоцировать людей, сидящих в кафе, но Нихат, страдающая той же проблемой, направляет их по-другому. Когда Нихат кладет неправильную вещь в стиральную машину, возникает хаос. Обида между Минкиби и Нихатом все еще продолжается. Осман регистрируется в компании под руководством Дерена в последнем эпизоде. Уже на следующий день его вызвали на актерское мастерство. Утром он встречает Лейлу на автобусной остановке. Эмре забирает ее с автобусной остановки на своей красной спортивной машине. Когда двое мужчин на автобусной остановке обсуждают девушку, Осман вступает в драку с мужчинами. К счастью, он будет играть роль человека, который вышел из такой драки, поэтому его лицо и глаза покрыты шрамами. Режиссеру понравилось то, что его одежда была потрепана, и он получил роль. Жизнь он просит Саням, креативного директора, провести презентацию по приглашению на запуск. Даже если поток слегка нарушить, результат не изменится. Айлин, желающая расстроить Саням на вечеринке, удаляет файл, содержащий слайды, который девушка будет читать во время презентации. Саням, вышедшая на сцену с микрофоном, сначала смущается, но при поддержке Джана глазами на расстоянии она творит чудеса и поражает всех. На этот раз Айлин заставляет официантку пролить напиток на Саням, пока вечеринка разгоняется. Он запирает девушку в туалете под предлогом помощи ей. Несмотря на все настойчивости, Джан не хочет отказываться от приглашения и идти на вечеринку без Саням. Не имея возможности выбраться из двери туалета, Саням висит там, пытаясь выбраться из окна. Джан, который ее ищет, очень забавляется, когда видит такую девушку у окна. Затем он хватает девушку и вытаскивает ее. Джан не выдерживает и наконец целует девушку, которая говорит, давай не вернемся вместе, в каком качестве мы выступим вместе. Эта дружба заканчивается, и они возвращаются к любовнику. Новый кризис в Джан и Саням Лав. Вся работа по рекламной кампании в агентстве продолжается быстрыми темпами. Одной из моделей, принимавших участие в съемках, была школьная подруга Саням Синан. Это знакомство заставляет Джана завидовать Саням, однако вскоре выясняется, что информация компании была украдена благодаря камере в снежном шаре, установленной Айлин. Но снежный шар отсутствует. Саням вспоминает, как видела снежный шар в руке МР и начинает расследовать этот инцидент.